На моей памяти это, наверное, первое возвращение внимания к фигуре Фадеева. Жизнетворчество писателя Александра Фадеева журналист Василий Авченко изучает долгие годы. Он написал об этом книгу и произведение уже разлетается среди читателей Москвы. Во Владивостоке презентация пройдет в ближайшее время. Пока же несколько слов о Фадееве вот так, вживую. Повод особенный – открытие выставки, посвященной юности Александра Александровича. Если в советское время Фадеев считался признанным классиком, такой почти бронзовой фигурой, и, возможно, даже перекормили в каком-то смысле, это уже вызвало отторжение у школьников, то потом в перестройку и после перестройки пошел обратный перекос. Сначала Фадеева объявили таким кровавым сталинским палачом, а потом вовсе забыли. Какого-то такого писателя вообще нет. И сейчас новое поколение, которое уже не носило, как я, пионерских галстуков, уже может и не знать вообще, кто такой Фадеев. В конце 2016-го Александру Фадееву исполнилось бы 115 лет. 60 лет прошло со дня его смерти. Фадеев считал себя коренным дальневосточником, хоть и родился в Тверской области. А все потому, что вырос в Чугуевке, а юность провел во Владивостоке. Будучи взрослым, Фадеев вспоминал. «Несмотря на свою молодость, 19 лет, я уже прошел школу партизанской борьбы в Приморье, борьбы с японцами после 4-5 апреля, был ранен, имел за плечами комиссарский стаж, имел среднее образование, был относительно политически грамотен и уже был известен как хороший агитатор-массовик. Но я, кажется, расхвастался». Кроме политической карьеры, особое место в жизни Фадеев отводил и любви к прозе. Его романы «Разгром» и «Молодая гвардия» у большинства читателей над слухом. Свой первую серьезную работу «Повесть разлив» он написал еще в 22 года. Но слава и признания к молодому писателю пришли немного позже. «Такое ощущение, когда в школьной программе мы изучали творчество Фадеева и учили, может быть, где-то и не хотелось, и сочинения писали. Это было совсем другое отношение, чем когда прочитываешь его романы, какие-то работы, и погружаешься в это в более взрослом, сознательном возрасте. Тем более, в какой-то момент я увлеклась историей нашего края, города. В прошлом году я закончила в музее Арсеньевой школы экскурсоводов. Прямо еще больше меня в эту тему втянуло. И начинаешь в это погружаться и понимаешь, что по-другому можно относиться к этой же информации, написанной в этих же самых романах». «Мне кажется, что Александр Фадеев – это наш писатель приморский, потому что у него очень много связано с Приморьем. И, конечно же, нам, землякам Фадеева, нам, конечно, надо его знать. И надо открывать его в любом возрасте. Не только учащийся в школе, как часть школьной программы, но и дальше, дальше, дальше. Потому что чем больше живешь, тем больше понимаешь, насколько он глубок и интересен». Выставка в музее Арсеньева затрагивает не только литературную жизнь Фадеева. Экспозиция хронологически охватывает период детства и юности Александра Александровича. Показывает его становление как личности, отношения с родными и друзьями. «Это подлинные предметы того времени. Это столик, это бурет с конспиративной квартиры Сергея Лозо. Это подлинное знамя Лихиморлам Сучана, потому что Саша попал сначала в Сучанский партизанский отряд. А вот это обувь партизанская». Кроме того, на выставке представлены иллюстрации к роману «Разгром». Это работы приморского художника Сергея Черкасова. Рисунки он подарил музею Арсеньева еще в 80-х. До недавнего времени они хранились в фондах, впрочем, как и большинство из представленных экспонатов. Но память жива, когда о герои говорят, а выставка – это продолжение жизни. Валерия Белоус, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.